Всем привет, на связи IT District и в сегодняшнем видео мы поговорим о самом главном виджете в Android приложении, без которого не обходится ни одно современное приложение, создаваемое под платформу Android. Умение работать с этим виджетом относится к фундаментальным скиллам Android разработчика. Я даже видел пару раз вакансии, в которых основным требованием было именно умение работать с этим виджетом. Итак, сегодня мы поговорим с вами про RecyclerView. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной, все ссылки есть в описании к этому видео. Если мы возьмем любое современное андроид приложение, то увидим, что как минимум по меньшей мере около 90% экранов отображают контент в виде списка. В виде списка может быть оформлен и каталог с товарами, и каталог с категориями, и товары в корзине, и список аккаунт, список писем, список с фильмами или с видео, например, в приложении YouTube, список со статьями и все это оформляется в виде RecyclerView. RecyclerView это продвинутый вариант оформления контента в виде списка. В этом видео мы будем в качестве примера рассматривать проект, который я делаю со своими учениками на курсе андроид разработчик за 3 месяца, а именно мы разберем как можно сделать вот такой список с карточками фильмов. Посмотрите какая красота! Если хотите научиться создавать яркие списки с контентом, то я рекомендую вам записаться на курс, после которого вы станете профессиональным андроид разработчиком. Ну а если вас просто интересует RecyclerView, тогда рекомендую вам такой вариант, вы можете купить у меня этот урок по этому виджету. Все ссылки для связи со мной есть в описании под видео. Если бы мы не пользовались продвинутыми списками, то для создания вот такого контента нам нужно было создать верстку для каждой карточки и написать кучу кода. Так как же правильно создавать контент в виде списка? Подход с использованием RecyclerView состоит из нескольких этапов. В первую очередь нам нужно создать XML файл с нашей версткой для каждой карточки. В этом файле мы должны определить все эти элементы и оформить весь контент в виде виджета Material Card. На втором этапе мы должны понять какие элементы у нас будут динамично подгружаться, а какие будут статичные. Например фоновое изображение карточки, название фильма, актеры, продолжительность, сам рейтинг будет у всех фильмов разный. А вот иконка со звездочкой и сама кнопка будет на всех карточках одинаковой. Поэтому нам нужно для наполнения элемента списка RecyclerView, то есть для каждой карточки с фильмом, создать конструктор. То есть скелет по заполнению контентом, так сказать основу для динамичных виджетов. На третьем этапе нам нужно создать адаптер, который будет являться именно шаблоном по наполнению контентом нашей карточки с фильмами. В соответствии с конструктором и учитывая верстку каждого пункта этого списка. И теперь будет очень важная информация, ее обязательно запомните. У нас есть кнопка на каждой карточке, по табе по которой мы должны выводить соответствующую всплывающую панель с деталями фильма. Как вы видите у нас на каждой карточке разные фильмы, поэтому информация должна быть разной. Так вот, сам прослушиватель тапа по кнопке мы можем разместить в адаптере. Но сам функционал вызова всплывающей панели, а также передачи в нее необходимых параметров по фильму нужно размещать не в адаптере. Нужно размещать в Activity или Фрагменте, то есть в том классе, где у вас непосредственно располагается виджет RecyclerView. Ведь в большинстве уроков в интернете вы увидите, как весь функционал размещают именно в адаптере. Но это неправильно. Адаптер выполняет функцию наполнения контентом, но никак не функционал последующий при табе по виджетам каждого пункта нашего RecyclerView. И на четвертом этапе мы должны в XML шаблоне Activity или Фрагмента разместить виджет RecyclerView. И в соответствующем ему классе этого Activity или Фрагмента мы должны настроить функционал наполнения нашего списка по следующему принципу. Наполнение списка происходит в соответствии с версткой каждого пункта списка на основе конструктора, то и по шаблону, то и с помощью адаптера. Но сам процесс заполнения мы активируем в нашем Activity или Фрагменте. Также в этом Activity или Фрагменте мы реализуем весь функционал по табе каждого пункта нашего RecyclerView. Также мы можем создавать и вложенные в RecyclerView. Посмотрите, у меня есть один список с категориями, то есть с жанрами фильмов. И в соответствии с каждым жанром в каждом пункте RecyclerView вложен еще дочерний RecyclerView, который уже содержит карточки фильмов соответствующих жанров. Как это сделать? Тут нужно поломать немножко голову. Ну я этому обучаю на четвертой неделе первого месяца курса Android Разработчик за 3 месяца. Если хотите научиться, в том числе делать такие классные списки, то записывайтесь на курс. Либо можете выкупить просто урок по RecyclerView. Все ссылки для связи со мной есть в описании к этому видео. А на сегодня у меня все. С вами был IT District. Всем пока.